Привет, дамы и господа, мы на твиче на ютубе, привет вам от всех. Сегодня мы скрафтим десяток рун, на одиннадцатую недоформили, начнем с этого. Перекуем обычные руны и античную руну. Вот, там виолент будет и рейдж. Еще пойдем на гвшку и, наверное, что-то еще будет. Так, выбираем создать, создать, выбрать, корзан. Надеюсь, выпадет что-то. Тогда с двадцати, двадцати одной или двадцати двух крафтов я получил одну лишь легендарку шестизвездочную. И то, наверное, подфартило. Посмотрим, что сейчас будет. Двадцать тысяч маны. Ясно. Статы такие, прям как будто она шестизвездочная, да? Прикольно то, что плюс один процент добавляется, считай, минималочкой. Отстой руна. Дальше. И уже нет какой-то трэш. А еще два сундука откроем. Ну вот, с мастерской их не открывал еще. Тоже трэшняк. Понятно. Только что понял, что вместо четырехзвездочного урока скормил в гекс шестизвездочного, у которого было 30%. Ээээ, пауэр. А че ж ты его не закрыл? Вот для этого и закрывают монстров замками. Особенно гексовых. Ну, первочаты вряд ли поставишь туда скармливать. Шо ж ты так-то замутил? Блин. Да, видите, ребят? В гекс можно скормить даже шестизвездочного гексового персонажа. А он может быть у вас с рунами, тем более. Закрывайте замком. Давайте я покажу, чтобы не было таких проблем. Заходите к монстру, да? Вот. Нажимаете шестеренку. Блокировать. Еще один, более быстрый способ. Заходите вот сюда. Эээ, в этот. Когда перекидываете монстра в хранилище. И вот здесь выставляете замки. И нажимаете здесь замок. Здесь, тем более, скажем так, это можно быстро и массово сделать. И перекинуть на склад. И со склада можно нажать на персонажа и убрать замок. Мне кажется, так удобнее. Но если вам нужно одного закрыть, то можно и через инвентарь. Поэтому лучше закрывайте. Спасибо тебе, огромнейший солдер. Напиши, пожалуйста, свой ВК. Я тебе запишу в список. Ты поучаствуешь в розыгрыше на вот такого ангелончика. Спасибо тебе огромнейшее за спонсорство. Я так понимаю, тебе доступ к альбому дадать? Доступ к альбому-то прокачался. Напиши свой ВК, а мы продолжим. А, ребят, еще. Сегодня, возможно, завтра. Может, послезавтра. Когда вы смотрите это видео, как минимум, можете спросить. Если что, если это уже будет не актуально, я вам отвечу. Нет, чувак, извини. Смотрите. Обычно через меня люди покупают паки на 5% дешевле. Что это означает? К примеру, если ваш пак стоит 7500 рублей, самый дорогой. Вы в России там живете, либо где, неважно, 7500 рублей. Отнимите 5% и вот за столько я бы вам купил пак. Но сегодня, завтра и, возможно, еще послезавтра будет, скажем так, через меня акция. Если вы хотите купить пак за 7500 рублей, отнимите 10%. И вот за такую сумму я вам куплю пак. Как это провернуть? Вы пишите мне вконтакте, говорите, Толян, куда тебе переслать деньги? Ну и говорите или там скриншот делаете, какой вам купить пак. Пересылайте мне на киви или в донат, когда я не стримлю. Пересылайте эту сумму денег. Можете там на рвуль больше кинуть, неважно. И, соответственно, я вам покупаю пак. Все. Готово. Любой пак. Не обязательно за 7500. Можно купить пак самый дешевый, вот этот, который вам дает 10 энергии. Он максимально повышает. Часто спрашивают, Аракис, откуда у тебя, типа, сейчас продам эту руну. Ну, откуда у тебя 100 энергии, а почему у меня 90? Вот. Потому что у меня вот этот пак, который дешевле через меня, можно будет купить. Вот этот пак. Он на 2 недели. Он дает 10 энергии, плюс там кристаллы, мистик и прочее. Любой пак в игре, даже если вы живете в Украине, в Германии, Молдавии, где бы вы ни жили, какая бы у вас валюта ни была. Любой, по любой валюте минус 10%. Если вы живете в Украине, этот пак у вас стоит 2600, там, ну, с комиссией вы знаете, да, что он стоит 2650. Я вам его куплю на 10% дешевле. Следовательно, там за 2, 300 или сколько выходит гривен. В общем, отсчитайте на калькуляторе, либо в голове, я думаю, вы мне посчитаете. Поэтому любой пак дешевле на 10%. Пишите в ВКонтакте, обращайтесь. Пока эта акция активна. Если вам там, не знаю, ваш донат в игре кусался, и вы хотели там, типа, сэкономить, и вы считали, что это дороговато, возможно, эта сумма вас уже возрадует и будет для вас приемлемой. И эти 750 рублей, допустим, самого дорогого пака, я не знаю, потратьте. Купите жене конфеты. Пускай жиреет, правильно. Жене конфеты и себе пак. Все довольны. Или, к примеру, вы мне кидаете, там, допустим, 7500, а я вам покупаю этот пак и еще какой-то, там, на 750 рублей. Ну, там уже смотрите сами. Какое-то количество паков, ограничений нет на этом. Могу вам купить 2 пака, 3, но не больше, чем на 500 долларов на один аккаунт, потому что транзакции тупо не пройдут. Да. Идет блокировка, там, на 2 часа, и в течение 2 часов я вам не смогу купить ничего. Следовательно, максимум до 500 долларов желательно. Ну, зачастую там люди... Опачки, 7 скорости. Что скажете, 25 будет? У нашего сагильдейца Energy в первый слот проточилась розовая 25 СПД. Не 24, а 25. Уже приятно, да? Смотрите, 7 скорости и 10 хп. Не 8 максималочка, а 10. Смотрите, 7, 10. А здесь что-то какой-то трендец мелкий. Изи, да? 7 и 10. Да-да-да-да. Это может быть сколько, да? 4, 20. 34 хп может быть в теории. Не 32, а 34. Все пойдет не процент. Ну да, это понятное дело. Забираем ее, пускай будет. Короче, кому нужно купить любой пак, любой валютой дешевле, обращайтесь в ВКонтакте. Принимаю платежи через Киеви, через PayPal, через Privat24, если вы с Украины, к примеру, и через донат. Ну, через донат можно с любой стороны оплатить. Это как бы самый, по-моему, изейший вариант. Обращайтесь в ВКонтакте. Да, вот эти два сундука и пойдем перековывать. Что-то мне сундучки в последнее время вообще никак не радуют. Так, какие-то они такие себе. О, здоровье мне нужно как раз на моего этого. Хотя нет, мне там нужна сила атаки, да. Да. Так, и еще один сундук. Так, ты кинул свой ВК, сейчас я тебе запишу в список, чтобы ты мог поучаствовать. Опачки, это уже лучше. А что одевать в Ardha или Swift, либо Violent. Либо в солянку какую-то, это мы продаем. Так, это 56, ну и понятно. Так, идем перековываем руну. Вот эту руну мы выбрали для перековки. 17 скорости типа хорошо, но в легендарке этого маловато. Да и тоже в сочетании с крит-уронами, точностью как-то не саппорту, не ДД. Да, понятное дело, что можно устойчивость поменять на ХП, либо на силу атаки. И якобы будет хорошая руна в жопу, перековываем. Такая руна, как бы не нужно потратить на ней еще какие-то. Такая надежда была. Что такое солянка? Это сборка абсолютно разных рун. Есть полная солянка, есть частичная солянка. Сборка разнообразных рун без комплекта. Главное получить хорошие статы. В общем, руна получилась отстой. Да. И даже... Даже не знаю, кто из них полил. Ну здесь типа 17 скорости, оставим эту. А могло быть больше скорости. Да, я смотрю, так первый стат 4, думаю, опа, опа, скорость. Могло быть 30 скорости, да? Но нет. Третья попытка. Когда последний раз крафтил прям мега офигенную руну? В прошлом году, наверное. Почему эти два прока не здесь? Даже 28, ну пускай даже 27 скорости в Виоленте. Да ладно, уже 26 даже сойдет. Была бы самая быстрая руна, кстати, у меня. У меня максимум 25. Стрю минималка, ой, то есть максималка, два прока не может быть, да? Здесь могло быть два прока, конечно, но здесь понятно, что здесь два прока и здесь два прока. Пипец. Давайте еще перекуем руну мою античную. Она тут вот, где она спряталась, вот она. Мы ее, по-моему, такой и проточили, да, мы ее... Перековывали мы ее или нет? По-моему, уже перековывали, да, 4 камня я тратил, но ничего лучшее я не получил. Поэтому пока вот так вот. Тоже вроде бы кому-то можно поставить, и с другой стороны, вне сета солянка, она никому не нужна. 17 скорости, это маловато. Было бы здесь 23. Зато максимальная скорость, смотрите. Сразу хочется подумать, что упает. Я что, не понял? Типа два прока, один прок скорости, что ли, нет? А это, оказывается, максималка. Смотрите, да. И устойчивая, и точная. Если бы это была руна какая-то энерджи, там, контратака и еще что-то. Можно было бы на гидру кому-то, да, зафикачить? Но нафиг мне на гидру, если пачка КБшная 28 секунд. Чудесная руна. Шикарные, просто лучшие статы носили. И последний шанс. А что не косарик там какой-то? Что так мало? Здесь теории даже могло быть, получается, 9, да? 9 точностей максимально изначально. Не помню, надо будет подучить. Минимальные, максимальные проки антички. Как у них там все это работает? Ну, минималка, понятно, что плюс 1. Так, это, я так понимаю, да, здесь, возможно, один прок. И здесь, типа, еще 3. Или здесь 2, здесь 2. Наверное, скорее всего, 2 на 2. Не столь важно, короче, полный трындец. Не подфартило мне. Идем на ГВ. Знаете, что я хочу сюда взять? Медведя воды, чтобы он танковал Сиару. И при этом взять белку и эширы. Что скажете? Можно вопрос. У меня есть руна, которая светится белым вокруг. Но она ничем не отличается от обычной. В чем прикол? Почему ты думаешь, что она ничем не отличается от обычной? Она изначально лучше, чем если бы тебе выпала такая же. Как минимум, на 1% всего тебе выше. Так. А ты думаешь, она гениально должна чем-то отличаться, Максим? Или прям быть в 10 раз сильнее, чем обычная руна? Зайди, пожалуйста, в новости и посмотри обнову патча. И там ты можешь посмотреть, там на картинках четко указано. Кто за то, чтобы я в альбом добавил еще разницу? Разницу в картинке между обычными рунами и античными. Нужна эта картинка в альбоме? Да или нет? Напишите. Чтоб люди не задавались вопросами, а сколько же точится, допустим, античка? И в чем между ними разница? Добавить эту картинку. В рунах, магических проточках и в сменах. Это будет одна или три картинки? Я могу ее объединить или сделать три разных? В общем, добавить, да? Все, хорошо. Я добавлю в альбом после стримчика. Так. Сюда мы возьмем медведя, получается, да? Переставим вот так, вот так. И медведятину будет танковать. Так, у него же 15, да? Оставляем эшира. И сюда мы возьмем... А вот и Ельцин в защите. Кого же мы сюда возьмем? Ну, скелет, мне кажется, не затащит. Мне кажется, он слишком слаб. Брать... Надо брать какие-то игрушки. Тяцки. Возьмем этого месье, да? Ему нужен будет какой-то хил. Типа козлика. Так. Хочется уже посмотреть альбом. Приобретай и смотри альбом. Он у тебя будет вечный. Да. Человек, который получил альбом, он его получает навечно. Вечный доступ к альбому. Ну, пока ты не удалишься, у меня с друзья имеется в виду, конечно же. Тогда ты альбом, скорее всего, потеряешь. Так, его мы сюда еще добавим. Нам нужен раскол у него есть. Может, баф на атаку? Ну, баф на атаку будет этот звездюк тырить. Поэтому, наверное, мы будем без бафа на атаку. Давайте назовем еще ее. Не знаю, затащит такая пачка или нет. И хватит ли хила козлику, потому что это будет бить больно. В раскол, тем более, может неплохо мазать. Ага. Угу. Так, ну хорошо. Погнали. О, сейчас секунду. У, спасибо тебе, Роман. Роман Шиф. Спасибо тебе. Добро пожаловать. Добро пожаловать. Кинь, пожалуйста, ссылку на свой контакт. Я тебя запишу в розыгрыш. Добро пожаловать. Если ты на первый месяц подписался, то скажи, доступ к альбому надо? Дать тебе доступ к альбому за подписку? Соло чего? Да не, не. Ну, соло чего не интересно. Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вуса, виолентовый. Что делай? Посмотрите, по всем прошелся просто. Каждого попытался унизить. Сатана какой-то, да? А ну давайте его накажем за это. Ща-ща-ща, ты получишь пиздюлей. И альбом тебе дать, хорошо. Сейчас дам секундочку. Сейчас мы бой додеремся. Добьем и... Капец просто. Говняшка, да? Так, что, снимем баф или подхилить? Не, он сам подхилится. Так, давай, качай попку. Приседание пошло. Ой-ой-ой, сейчас Сиара переключится. Ого, что-то они больно бьют, не? Господа. Господа, я сейчас проиграю так. Надо обогнать каким-то чудом Сиару. А мы не обгоним. Разве что сейчас застанем? Спаси! Нет, окажись, будет фейл. А ну, может медведь затащит? Медведь, давай убивай! Двенашечка. И смотрите, переключилась. Такая бомбу не закинула. Такая, ой-ой-ой, это не я. Кто это сделал? Да? Ну, хоть крест. А у панды, я не помню, есть крест или нет? По-моему, нету креста. Да, по-моему, нету. Давай еще раз качнем попку. А вдруг бой затянется. Так, на тебе. О, скрашили хп-шку. Так, снимем с нее крест. С крашем хп. Ага, Сиара, молодец. Походу, моя Сиара. Да, прям классика. И убиваем все равно, у нас откатится скилл. Так, теперь сюда. Получил. Толстый. Ультуем, да, пофиг, что держать скилл. Два раза не кританул. Девяносто четыре шанса крита. Алеша, или сколько? Девяносто четыре, по-моему, да? Это просто капец. Это ужас. Да. Девяносто четыре шанса крита. Капец просто. И кого зальем? Зальем его, чтобы встать в стойку? Ну, давайте попробуем. Так. Становимся в стойку и прокаем виолентом. Да. Хуентом. Прокнули виолентом. Слейт Акбар. Живи! Сдохло. Царство небесное. Ну, и сейчас вся надежда на нашего пиздючка, который не закинул раскол никому. Ну, это ГГВП. Хотя, подождите. Подождите, карканчик еще. Как его? Не каркана? Или каркана его зовут? Каркады. Классный раскол. Просто закидывает наш парень. Опачки, проквиолента. Минус. Нет, не минус. Заливаем его. Сейчас в стойку станет уже, наверное. Опачки. Через один ход стойка будет. Смотрите, хоть виолентить начал. Затащит катку. Так, стойка. Проквиолента. Беда. Не. Давай, вот сейчас закинем раскол. Отлично. Смотрим, сколько без бафов мажет. Сколько? Смотрите. Сейчас у него гильза отлетит еще. Смотрите. Сразу пушку убирает в сторону. 41 тысяча без бафа. Not bad. Так, Роман, даете доступ к альбому? Так, и Алексей Смирнов. Даете доступ к альбому. Так, а где ты? Подожди. Какая у тебя аватарка? Руль, да? Ага. Дал тебе тоже доступ к альбому. Обновите мою страницу. Вот зайдите в фотографии. Вот сюда. И здесь будет, получается, 250 скриншотов. Сегодня я добавлю сюда белку. Добавлю сюда разницу между рунами античными и обычными. Чтобы вы понимали, да, сколько они дают. И вот, что я еще добавил в альбом. Это самое, наверное, лучшее, что я добавил. Это здание. Сколько протачивается здания. Какого они уровня. Здание арены и здание ГВ. Все есть в альбоме. Абсолютно все. Короче, альбом это все мои гайды. Все то, что я делал 4 года на YouTube канале. Сжатое и добавлено в альбом. Короче, вообще можно не смотреть гайды, если у вас есть доступ к альбому. Вы все сидите в ВКонтакте, пролистали все это дело. Просмотрели, прочитали и все. И не надо не стричь и искать никаких видосиков не надо. Самое главное. Привет, манжок. Пойдем на этого чувачка. У нас есть макака. Эширо мы потестили. Белочку мы потестили. Все зашло. Ахмана, да, еще мы не тестили. Нам нужен еще Ахмен. Правда, здесь есть баф на атаку. Но я думаю, выдержит, да? Но есть при этом иммунка. Если она будет постоянно сидеть в форме этой девочки, то она нам серьезно помешает. Ахман, 2019 год. Эшир. Та же фигня. А сюда мы возьмем... Ну, тут можно взять либо макаку. Новая игрушка наша. Макака. Можно взять вот этого месья. Он закинет баф на атаку. Правда, он медленнее, чем макака. Ну, сойдет. Пойдет. Тысячу раз так делали. И еще нам нужен какой-то либо иммун, либо подхил, либо иммунный подхил. Что-то типа франда. Ну, фран сюда зайдет, как дети в школу. Тем более лидерка на атаку будет больше хилить. Хотя зачем нам два бафера? Да, не будем брать. Позовем сюда хиллера с бафом на защиту. Вот. Вот это будет правильным решением, да? Угу. Привет-привет. Хорошего стрима. Попробуем такой пачкой. Коби-дудоси, да. Угу. Так, так. Выпал без победителей. Говорят, хороший персонаж. Чекнул комментарии. Все персонажи в этой игре хорошие. Есть только криворукие мудаки, которые не знают, как их юзать, во что их одеть, и нужен он этому человеку в данный момент или нет. Вот и вся разница между персонажами. Класс. Снял баф на атаку. Ну, красавчик. Откатим. Откатили. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Макака немножко подустала. Смотрите, в чем фишка. Мы даем ульту. Даже если он контрататчит, он уже сконтрататчит в баф непобедимости. Я раньше этого не знал. Ну, у меня не было макаки, как бы. Поэтому не было возможности протестить. Вот такая вот механика. Смотрите, он меня контратакует, но уже по непобедимости. Прикольно, на самом деле. И попробуем добить его. Отлично, убили. Так, теперь надо... Фу, хоть не снял непобедимость уже. Хорошо. Так, в усу не выгуливал. Да, ну как-то в усу это слишком читерно. Берешь в усу, побеждаешь 100%. Ай-яй-яй. Давай сюда. Блин, 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 блин. Макака нужны проки Виолента. Давай, застань. Спасибо, не того застанили, конечно. Так. Давай отсюда снимем бафы. Или сюда лучше. Я вот думаю, кого. Давай сюда. Бьем первого Архангела, чтобы он бафы не снимал. Ноль точности. Ну, тут я как бы и не агрюсь. Ноль точности. Поэтому мы ничего не снимаем, естественно. Так, стан. Нет, не стан. Блядь. Давай. Закинуть ему бабочку, чтобы он, когда кидал свой третий скилл. Классная бабочка. Шикарно. Бабушка просто пролетела. Прошла, заехала. Кажись, мы Макаку потеряем. Откатим. Откатили. Чё себе. 50 точностей начали работать. Нам придется защищаться, а то он нас убьет просто. Обожаю. Макаку просто зашла, как дети в школу. Везде и вся. Самодостаточный ДД. Это просто шик. Есть чем защититься. Есть стан. Есть хороший урон. Лидерка. Просто Макаку апнули божественно. А когда-то была дерьмом. Полным причем. Сейчас же Макака просто, я не знаю, как в усоюзается везде. Нету третьего скилла. Еще и когда он в виоленте. Шикарно, по-моему. Итак. Чё, попробуем убить ему. Но если прокнем виолентом, зальем Эшира и убьем ему. Теомарса. Вряд ли убьем, конечно, но попытаемся. Так, мы можем сейчас переагрить, попробовать Часунку, чтобы она не сбалансила. Или внести больше урона Теомарсу. Мне кажется, мы его все равно не убьем. Мы ему сейчас тремя атаками, скорее всего, доведем до щита. Еще не снимем этот щит и не убьет его Эшир. А вот Часунку заагрить, если она не прокнет виолентом, было бы неплохо. Конечно, эта Звезда еще может перевоплотиться, поснимать дебафы. Я не заметил по атакбару. Кто был быстрее? Поняша или Часунка? Ну, Поняша может затупить, поэтому выгоднее Часунку. Давай. О. Так. Давай. Ульту. Ну. 94 шанса крита, он не критует. Так. Не-не-не, не будем тратить. Просто вот так добьем. так теперь все ахман тут нахилит по 7 сколько 7 400 хилит и мы еще до точить руны лидерку поставить какую-то типа школьника будет выхиливать просто как сатана переагрим лично так давай и сюда раскол так за игре встречах ахмен просто тащит ускоримся переагри ну чё ты делаешь только же давай прокален то нужен белка так вот переагри же критует под гонцем так стака давай к лично девяточки привет привет и привет так быстрее она просто юзает по кд свой тут второй скилл как будто там маленький китайчик играет давай переагри отлично все уже не выйдешь на тебе по гам по башке сверху 7000 выхиливает конечно жесткая ахман заходит как детки школу так убивай как ты умудряешься при 94 шанса крита не критовать валера ты мне начинаешь бесить здесь уже как-то пожуще сюда явно не возьмешь уже ахмана да белочку здесь как-то повеселее уже дэв смотрится он сюда тоже можно взять макака можно взять можно сюда взять еще арника он как бы загрит на себе вот этого да и еще можно взять тут будет баф на атаку а знаете кого мы возьмем а если взять дафниса ульта может полететь в дафниса можем взять дафниса и тогда вместо макаки кого-то ветреного давайте не макаку макаку мы уже видели возьмем часунку или триану дафниса ну и допустим действительно часунку если по дафнису пойдет ульта то в принципе он переживет часунка лидерка на защиту отлично или может фран фран лидерку да давайте лучше хотя фран не 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 часунку что погрелась перна на все правильно а другого ветреного бафера на таком не нету сюда мы возьмем ваф на атаку раскол сайленс поэтому здесь нужна иммунка полюбасу здесь можно в теории взять вот так вот пачку и добавить сюда еще фран что скажите фран или в усу в ус или фран фран баф на атаку да с которой в принципе бесполезен но зато можно будет снять ему атаку раскол имеется ввиду накинуть поэтому возьмем наверно фран где она диана конечно такой пачкой стрёмно нападать тем более чем лидерка на защиту попробуем но я могу проиграть час настолько уж сильная пачка правда белки доточил 6 слот рума и жирненькая теперь стала перну сразу попытаться до первый щелчок сделать а ну давай 62 точности ребят видимо там лидерка на 18000 резиста как бы пофиг но сам факт хотя бы перна убили перна тонкая жить это слить 44 процента хп и здесь ну тридцаткой пробил 19 20 с копейками хп чувак ну перна ну подкачайся ёпта чувство бы перночка ты давай что-то делай glance отлично минус да не особо жирная перна попалась давай бюджетом конечно бюджетом и всегда держусь бюджетом писем стал их устойчивость нормально так 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 балансить не пробу убить крит нет крестик сучка спасла но можно в теории потратить третий скин лучше потратим на паладиншу правильно да просто дадим glance отлично и отхилимся часунка ты что делаешь часунка ты что делаешь остановись люди за бать пожалуется жалобу кинут отличный баф снимаем убиваем шикарно уникальная механика за счет того что ты снимаешь баф и ты закидываешь раскол он такой единственный красавчик так и монку кинуть или раскол и монка или раскол лучше монку потому что сейчас кинет свои сайлинцы все правильно вот да лучше и монка сразу его попробуем вынести услили так бар видели прикольно работает пробей сразу купол прошибли и если так пар вот и весь чел как бы да ясно хорошо хороший чего попался крестик крестик нолик ой-ой-ой-ой надо почистить чакры давай сюда раскол стой 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 чистим карму давай ускоримся все равно нет ульты как знал что надо ускоряться так сливает агбар ну 8 точности ёпта видите работают давай сюда тогда крест еще себя и привет так бафнемся правда под расколом не так уж и сильно хилнулась давай крест сейчас в теории попробует хильнуть правильно он сейчас наверно попробует хильнуть мы ему кинем раскол блин твою за ногу но белка ёпта 60 точности давай делай что-то красота белка счастлива это так бар когда когда сливает а так бар раз год так эпично вообще мне очень нравится и анимация особенно третьего скилла когда еще приближается камеры на всех орёт там на всех повышает 7 хп шичку эти три хвоста меня правда раздражают а так вообще эпично смотрится белка классный костюм какие скиллы огромное спасибо тем кто смотрел это видео и ставит большие пальцы вверх и оставляет комментарии вам большущее спасибо респект и низкий поклон если у вас есть какие-то вопросы по делу пишите мне вконтакте можете задать какие-то вопросы по делу всегда постараюсь ответить вот тестирую новую пачку с этим вампирчиком кстати у него всегда приоритет на третий скилл всегда он всегда юзает третий скилл на авто абсолютно всегда и медведь огня которого я уже тестирую несколько дней тоже всегда юзает свой третий скилл уже протестили работает инфа сотка так что можете смело тестить ага и если вам нужно купить какой-то пак дешевле вы можете написать вконтакте любой пак на 10 процентов купил дешевле если вам нужен доступ к альбому который как видите развивается с каждым днем все лучше и лучше и лучше становится особенно для новичков для новичков доступ к альбому это просто манна небесная если вам нужен доступ к альбому обращайтесь контактики сделаем все четко и у вас будет доступ к альбому вечный нужна консультация чистка рун доступ к альбому переодеть одеть монстра пофармить на вашем аккаунте пишите мне vk сделаем вам ночной фарм вот так вот выглядит у меня ночной фарм. Вот раз телефон, два телефона, вот три телефона, вот четыре телефона у меня. Да, пятый телефон это мой планшет, это не телефон. И десять аккаунтов, на которых я фармлю еще и на компьютере. Поэтому хотите забить одно из этих мест, пишите мне в ВК. Договоримся, вы спите и я фармлю. Цена вопроса 40 рублей час. Во-первых, никто этого не делает. Во-вторых, у меня дешевле всех. Поэтому 40 рублей час и ночью я фармлю у вас на аккаунте. Короче, ночью выходит где-то 250 рублей. Всем до встречи на стриме. Каждый день жду тебя в 18.00. Если ни разу не был, не надо смотреть только видосики, а заходи еще и на стримы. Здесь задавай онлайн какие-то вопросы. Интересуйся, спрашивай. Возможно тебе понравится вся эта атмосфера на стриме. До встречи. Пока-пока.